На 7 тысячах квадратных метров расположился универсальный спортивный комплекс. Сейчас полным ходом идут работы по монтажу спортивного оборудования. Уже 1 сентября первые спортсмены смогут прийти на тренировки. В рамках государственного задания мы можем разместить на безвозмездной основе учреждение подвеночное министерство спорта, это специализированная в детской немножко спортивной школе Олимпийского резерва номер один, и сборная региона. Кроме профессиональных спортсменов, ФОК смогут посещать и обычные жители, пользоваться тренажерными залами, посещать фитнес-аэробику, плавать в бассейне. Одним из самых востребованных станет, конечно, Ледовый дворец. Он соответствует всем современным требованиям и стандартам качества. На льду хватит места всем и хоккеистам, и фигуристам. Главное – это Ледовый дворец. Это самое, наверное, тяжелое, потому что это лед, он не везде, и тем более у нас в Самарской области всего по пальцам можно 4 катка. То есть это самое, наверное, было трудное. В спортивном комплексе есть возможность заниматься десятками видов спорта. Это и баскетбол, волейбол, бадминтон, а также мини-футбол, аэробика и многое другое. Аквазона в физкультурно-оздоровительном комплексе очень грамотно разделена на две части. С этой стороны шесть дорожек для взрослых спортсменов, а с этой – маленький бассейн для спортсменов будущих. Вода в бассейне – 26 градусов, а температура воздуха – 29. Спортивный комплекс, в том числе и бассейн, оснащен оборудованием для маломобильных граждан. Подходы, подъезды – все предусмотрено. Тренироваться здесь могут и представители паралимпийской сборной. Но на этом планы Минспорта не прекращаются. Впереди – освоение прилегающей территории. Прилегающая территория большая – 6,5 гектаров. Мы планируем на этой территории после завершения строительства ФОКа начать строительство футбольного поля большого. То есть деньги согласованы губернатором. Проектная работа ведется. Будет полноценное поле с беговой дорожкой футбольной. На строительство ФОКа было выделено 523 миллиона рублей. Бюджетный проект позаимствовали у Нижнего Новгорода. Там таких комплексов 8. В Самарской области в скором времени откроются еще два таких же спортивных. А после запуска этого на Нововокзальной в промышленном районе Самары появится своеобразный островок спорта через дорогу Дворец единоборств.